Я говорю, привет, Орбита! Привет! Привет! Ну, вы готовы сразиться со своим знанием и познанием? Да! Сегодня у нас участвуют 4 отряда. 3 представителя от каждого отряда, я думаю, самых высокоинтеллектуальных. Они сейчас будут приглашены на сцену. Мы с вами создадим из этих 12 человек 2 команды по 6. Поэтому я буду говорить, кто в какую команду переходит, ну, а дальше все пойдет как по маслу. Итак, я приглашаю на сцену представителей умников из 8 отряда под бурные аплодисменты. Давай, давайте за мне. Берем, что у меня есть. Берем, опа. 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 А где третий представитель отряда? Третий представитель, где он? Куда делся? Он там. Стояковка! Так, не включите. Нет, пусть она, конечно, идет, но у нее нету бейджика. Давайте любого. Более, Геннадий, Более, Геннадий. Более, Геннадий, Бару. А куда она ушла? Нескуда. А, понятно. Ну, видите, у нас произошла заминка, и мы с вами не увидели самых умных детей 8 отряда аплодисменты. Берем, давайте знакомиться. Пожалуйста, что вы можете о себе рассказать? Меня зовут... Вика. Нет, не отвечай на вопросы. А говори, ты же интеллектуальный человек, ребенок. Нет. Давай. Меня зовут Вика. Я закончила. Ну, нет. Мне 8 лет, и я живу в Лизногорске, и сюда приехала, чтобы тут отдохнуть, природу подышать. Да молодец! А какой класс ты закончила? Первый. Первый класс закончила? Какая школа? 102. 102 лицей. И что у тебя там с отметочками? Я уданец. Уданница? Уданница, это значит практически все пятерки и четверки. Итак, аплодисменты Вике. Прекрасно. Пятерки и четверки, правильно? Вика, интеллектуал из 102 лицея. Продолжаем. Меня зовут Тимур, мне 8 лет, и я закончу второй класс из 91-й школы. 91-я гимназия. Мы с ней вместе оттуда. Ну что ж, и у тебя отметки, конечно же. Ну, я тоже ударил. Пятерки и четверки. Да. И это здорово. Аплодируем, аплодируем гимназисту Тимуру. Тимур, а дай микрофон. Девушка с громким голосом. Меня зовут Настя, я из города Железногорск. Я учусь в 97-й школе. Я учусь тоже на одни пятерки. Тоша, почему тоже? Они же на пятерки, четверки. У меня пятерки. Одни пятерки. Какой класс ты закончила? Первый класс. Первый класс. У вас в школе ставят отметки в первом классе? Да. Да. Ну тогда зовут тебя? Настя. Настя, Настя, круглая отличница, аплодисменты. Давайте таким образом поступим. Настю и Вику мы отправляем на ту сторону. Вы собираете ту команду. А Тимур здесь. Итак, мы ждем представителей седьмого отряда подборной аплодисменты. Давайте, давайте. Все, уже вижу высокоинтеллектуальных парней у девчонок. Ярослав, Нитнель, Кирилл, какие замечательные имена. Ну давай знакомиться. Меня зовут Ярослав. Мне скоро будет как бы десять, а сейчас девять. Я живу в городе Железногорск и закончил третий класс в лице номер 103. Аплодисменты. А как закончил? На пятерки и четверки. Ну успешно, да? Да. Молодец. Аплодируем Ярославу. Здравствуйте. Меня зовут Нинель. Мне восемь с половиной. Я живу в Новом Путе, это за городом. Я учусь в школе 106 и закончила утром. А какой класс ты закончила, Нинель? Второй. Аплодисменты, Нинель. Второй класс. Девочка из Нового Пути, новый путь за городом. Ну ничего, я там не была ни разу. Красиво у вас там? Да? Продолжаем. Меня зовут Кирилл. Я закончил второй класс. Я учусь в школе 106. Я живу в Железногорске и закончил класс на твердого ударника за год. Умничка, Кирилл. Обратите внимание, какой Кирилл молодец. Он проанализировал ответы сил детей и выдал нам всю информацию без подсказок. Аплодисменты, аплодисменты Кириллу. Отдайте мне микрофоны. Итак, стоп, стоп. Нинель, ты точно идешь к Тимуру? Точно, точно. Ну и Ярослава давай отправим сюда. Кирилл, а ты пока к девчонкам. Сейчас посмотрим, что нам представит отряд номер шесть. Вот, две девчонки, один парень. Ой, прекрасно. Сейчас все распределим как надо. Итак, девчонки, быстрее. Прекрасные, прекрасные выемчики. Отдельное спасибо воспитателям. Даже Латикана, неважатым воспитателям, Латикана со своим зрением это увидит. Ну что, давай. Меня зовут Кира. Я из девяносто шестой школы закончила год на гипятерке. Ну, в гостях, это не пятерка. Круглая отличница. А класс закончил во второй. Правильно? Правильно. Знакомься дальше. Меня зовут Варя. Я из девяносто шестой гимназии, из города Железногорск. И закончила второй класс на дни пятерки. Прекрасно. Еще одна круглая отличница. Передаем микроакон. Говори. Меня зовут Максим. Я приехал из города Железногорск. Я учусь в той первой школе. Закончил год на почти пятерки все. Ну, а какой класс ты закончил, Максим? Третий. Третий класс. Аплодисменты Максиму. Почти все пятерки. Это значит, одна маленькая четверочка. Скажи, пожалуйста, Латикана, есть глазки? Она все увидела. Она все увидела. Иди сюда, красивая рыжуля. Золотая ты наша. Ну, вот видите, давайте посмотрим. Она, видимо, грязные вещи уже отдала и вернулась на лавратно. То есть произошла небольшая замена. Давайте мы тогда еще раз узнаем. Это представитель восьмого отряда. И я, Клорик. Я? Я Софья. Я закончила первый класс. Прекрасно. Ты бы закончила. А как закончила? С одними пятерками. Отлично. А какой школы ты закончила первый класс? С девяностой. Девяностая школа. Первый класс. Одни пятерки. С таким цветом волос. Я думаю, это будет на протяжении всех одиннадцати лет. Аплодисменты представительницы восьмого отряда. Она выбирает, где я была. А теперь давайте. Максим уходит туда. Микрофон оставляет. И четкий идут сюда. Да? Да. Все правильно. Итак, у нас мы ждем только представителей пятого отряда. И уже начнем. Интеллектуальные и ламака – это антонимы. Что такое антонимы? Слово разное подключение. Вот, вот. Понимаешь? Поэтому давай соберись, потому как сейчас нам важно показать свои знания. И давайте знакомиться. Алло. Меня зовут Саша. Мне 10 лет будет 11. Через 24 дня. А можно его больше не брать на мероприятие? Учусь в сотой школе. Ты слышишь, что я говорю? А можно, Ольга Леонидовна, чтобы больше Александр не был на мероприятии? Я не спрашиваю. Так, давай исправляйте. Учусь в сотой школе. А, вот закончены одни пятерки. В четвертом, четвертый класс закончил. Ну и посмотрим, насколько его пятерки настоящие. Аплодисменты Александру. Продолжай. Я Миша. Закончил четвертый класс. Ударник. Школа. Школа 101. 101-я школа. Ударник. Миша четвертый. Аплодисменты. Аплодисменты. Здравствуйте, меня зовут Полина. Мне 11 лет. Я закончила четвертый класс. 91-й гимназии на одни пятерки. Отлично, отлично. А у нас вот именно в четвертом классе кажется, что мальчишки ниже ростом. Представляете? А когда они в седьмом классе придут после каникул, то Полина уже будет такой, как Миша. А Миша будет такая, как Полина. Это я вам обещаю. Итак, давайте смотреть. Два мальчика, три девочки. Два мальчика, две девочки. Значит, у нас девочка идет туда, и мальчики расходятся туда. Все честно? Да. Давайте проверять. Три мальчика, три девочки. Три мальчика, три девочки. Микрофон мне один отдайте. И мы с вами собрали две команды. Вот сейчас уже первое задание. Командам встать в кружочек и придумать себе название и девиз. Давайте, посмотрите. Сразу можно увидеть, когда у нас дети берут в свои руки организацию. Я думаю, что сейчас тут очень интересные названия. Интеллектуальные. И все. И время подходит к концу. И мы готовы услышать. Держите микрофон. Пожалуйста. Ну, не получится девиза, достаточно названия. Хорошо. Ребят, нет девиза, пусть будет только название. Итак, Саша, у нас много детей, которые хотят. Ребята с другой команды. Ребята. Полина. Полин, мы готовы. Полина. Полина. Мы готовы. А вы не готовы? Да, у нас нет времени, Полина. Давайте считаем догрёвку, назовём их просто кубчиками. Раз, два, три. Вот видите, испугались стать кубчиками. Итак, пожалуйста, слушаем команда названия. Наша команда. Наша команда юные математики. Прекрасно. Юные математики. Слушаем ваше название. Полина. Ломоносов. Наша команда. Наша команда. Ломоносов. Это здорово. Ломоносов – это самый яркий представитель всех наук. Ну что ж. Итак, команда юные математики. Команда Ломоносов. И мы играем с вами игру. Немножко возвращаемся в прошлое. Растаньте, пожалуйста, так по диагонали, чтобы вас видно было и в зале, и что… Нет, нет. Вот так, посмотрите. Вот. И чтобы вам видно было экран. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня. А у нас сегодня обычный школьный день по расписанию. Даже, даже с выходом в столовую и даже с выходом на перемену. Итак, мы отправляемся в школу. Как у нас будут проходить игры? Команда, которая сейчас заслужит право первой выбирать категорию, назовет… Да что такое, а? Я громче, а не громче. Я громче, а не громче. Итак, сейчас команда, которая выиграет право первым определять первый урок, выбирает тот урок, который у нас будет первым. Мы его открываем и из этой категории задаем вопросы. Какая команда заработает большее количество баллов, та и победит на этом уроке. Все понятно? Все. Теперь нам нужно только определить, какая команда становится первой. А для этого мы… Нет. Мы выберем одного представителя. Пойдем сюда, Ярослав. Нет, Саш, не ты. Это точно не ты. Ярослав. Ну, пойдемте, Миша, иди сюда, Миша. Итак, вот два представителя команды. Сейчас мы с ними сыграем игру, которая называется «Принцесса», «Дракон» и «Самурай». Ну, давайте вспомним, принцесса, как она выглядит. Она красивенькая, в юбочке. Давайте, такая она. Нет, вам не обязательно. Просто… Ля-ля-ля. Говорите. Громче. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Дракон, он вот такой, такой. Абсолютно верно. И следующий – это у нас «Самурай», который, да, вот такой. Вот абсолютно верно. Теперь давайте определимся, кто кого, кто кого и как побеждает. Давай, решай. Возьми микрофон. Давай. Дракон побеждает самурая. Почему? Ой, принцессу. Почему? Потому что… Он ее просто-напросто что делает? Он ее захотел себе в башню. Украсть. Да, дальше. Самуай побеждает дракона. Потому что у него есть оружие. Да. Абсолютно верно. Дальше. А принцесса побеждает самурая. А вот тут я вообще не могу понять, почему. Принцесса очаровывает самурая. Аплодисменты. Итак, вы поняли, что у нас есть два человечка. Снайцы напротив друг друга. Да, лицо друг к другу. И я на счет три вы показываете кого-то. Давайте еще раз помним. Принцесса, как выглядит? Дракон. Самурай. Прекрасно. Итак, на счет три. Раз, два, три. Ой, две принцессы. А бога как поют. Еще раз. Раз, два, три. Папа. Итак, по-моему, выиграл Ярослав. И он в команде юной математики дает право первым выбирать первый урок. Аплодисменты слышу. Держите. Итак, кто начинает? Еще раз повторяю. Нужно встать. Нужно встать, да? Чтобы вас видели еще и с зала. Ребята. Итак, какой у нас первый урок, Саша? Английский. Английский язык. Итак, давайте посмотрим, что же мы с вами. Какое задание. Сейчас на экране... Очень круто. Сейчас на экране появятся разные задания. А именно, по очереди. Сначала Ярослав, дай ему, Ярослав. Отдай микрофон Кириллу. Кириллу. Вообще ничего не слышишь. Вообще ничего не слышишь. Кирилл. Кирилл. Кирилл из нашего канала. Вот так вот вы слышите, ребята. Вообще ничего не слышите. Сейчас будут появляться на экране сначала слова-предметы, изображенные в виде картинки. Вам нужно назвать этот предмет английским словом. Вот так будет выглядеть. Сначала Ярослав, потом Кирилл, потом Саша, потом Максим, потом Валя. Понятно? Да. Как только вы ошибаетесь, значит, вы своей команде не приносите ни одного балла. Если вы не ошибаетесь, вы приносите балл. Подсказок не должно. быть. Сейчас каждый... Да что ж такое? Сейчас каждый работает за себя в облаке команды. Все понятно? Ребята, не волнуйтесь, задания будут очень легкие, поэтому вы все изучали в школе. Итак, пожалуйста, Ярослав, твое первое слово. Кэт. Кэт. Аплодисменты. Кирилл, твое слово. Твое слово. Полная тишина. Элефант. Молодец. Аплодисменты. Саша, твое слово. Фиш. Фиш. Аплодисменты. Молодец. Аплодисменты. Молодец. Полная тишина. Бол. Бол. Совершенно верно. Варя. Полная тишина. Полная тишина. Варвара. Это слово все изучали. Еще даже есть такая поговорка. Фейсом обо что? Ну, и так, считаем до трех. Раз. Тейбл. Это? Тейбл. Ты что, по поговорке, Мальчик, вспомнила? Аплодисменты. Это правильный ответ. И, Миша, твое слово. Полная тишина. Эпл. Эпл. Абсолютно верно. Подождите, Павел Иванович. Итак, пока у нас все идет по счету по одному, я хочу представить человека, который ведет счет балом. Это Ольга Геннадьевна, воспитатель восьмого отряда. У нее есть волшебная ручка и волшебный листочек. Она фиксирует ваши баллы. Итак, теперь наоборот, Полинка. Кто сейчас? Кира говорит? Кира, наоборот. Сейчас появится, сейчас появится с, наоборот, английское слово нужно назвать русское. Итак, поехали. Полная тишина, полная тишина. Машина. Эта группа говорит? Машина. Молодец, молодец, Полинка. Сука. Абсолютно верно, умница. Продолжаем. Твое слово. Ну так, это? Это пирог. Добрый вид у нас, друзья. Это пирог, я думаю, мы его принимаем. Аплодисменты. Соня, твое слово. Машина, Мишка. Машина, ты хороший, это просто медведь. Абсолютно верно. Молодец, аплодируем. Так. Полная тишина. Полная тишина, без подсказок. Без подсказок. Это? Дом. 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 Но это не дом. На некоторых предприятиях существует такой обязательный дресс-код. Это одежда, которая соответствует их уровню. Вот это платье. Дресс, это платье. Давайте поддержим Тимура. Он все равно большой молодец. Ну и виткуля. Вика. Анна, это самое главное. Помогай. Помогай. Это? Чаепитие. Это? Чаепитие. Чаепитие? Нормально. Чаепитие. Видимо, пацаны учителя услышали. Чаепитие. Ну что ж, аплодисменты. И Вики тоже. Дети. Ну а как? Интеллектуалы собрались. Дальше будут и задания такие. Давайте аплодисменты подарим всем командам. Ну как вы поняли, что в этой команде у нас был один промок. И в той команде был один промок. Значит, сейчас и команда юной математики, и команда Ломоносовой получают оба. Обе команды получают по одному баллу. Один. Один. Аплодисменты. Ну что ж, начинала эта команда, теперь ваше слово. Варина, на какой урок идем? На русский язык. На русский язык. Вот здесь вам можно совещаться всей командой. Можете встать вот так вот уже более, да, такую командную кучку. Итак, задание простое. Сейчас на экране. Сейчас на экране будут появляться три слова. Слова непростые. Но одно из трех слов будет написано неверно. Вам нужно будет понять, какое слово написано неверно. Совещаетесь в команде. Если не знаете, значит, здесь будет уже какое-то у нас угадывание. Если не знаете точно, значит, угадывайте. На угадь можете попасть в правильный ответ. Итак, все понятно? Ломоносова понятно? Я вообще не знаю. Полит, ты меня слышишь? Понятно задание? Да. Вам задание понятно? Начинаем с той команды. Ваши первые три слова. Какое слово написано неверно? Вместе обсуждайте. Если кто-то знает, уже ты не одна в команде. Ты с детьми обсуждаешь их. Так ты им скажи. Да, вы готовы. Итак, пожалуйста. Это же не вам слово. Итак, пожалуйста. Теннис. Слово теннис написано неверно. Абсолютно правильно. Команда зарабатывает один балл. Удвоенная ННС. Для вас. Итак, для вас, пожалуйста. Мы думаем, что это честование. Но это правильно, потому что честование, это, ну, наверное, от слова честь, когда чествуют кого-то и превозносят за счет их знаний и умений. Это правильный ответ. Один балл. Переходим в следующей команде. Ломоносов, смотрим. Мы думаем. Полина. Мы думаем. Уберите науган, если уже не получается. Хорошо. Мы думаем, что это коэффициент. Коэффициент. Давайте посмотрим. Нет это слова и хвилибристика. Кстати, вот вам задание. Узнать, какой коэффициент и хвилибристика. Аплодисменты команде Ломоносов. Продолжаем. Команда Юми-Математики. У драма, в том числе, это жанр, да? Литературно-общекультурный, понятно. Агнитология – это наука, которая изучает птиц. Итак, мы думаем. Мы думаем. Дайте, дайте микрофон. Говорим. Вот сказать, что самое сложное, самое сложное в жизни – это работать в команде. Итак, давай, Варвара. Мы думаем. Варвара, мы не можем с трудом ждать. Мы думаем, что это драма. Драма. Абсолютно верно. Это драма, иногда мальчишкам надо доверять. Так, Варина, Ломоносовская команда. Это слово «опоздание». А тут с командой вообще совещалась? Да. Да? А почему опоздание упало? Да нет, потому что он пришел поздно. Значит, мы его поставили опоздание. Что, Кирилл? Извините, а уже дети в вашем движении, как команда работает? Уже дети выбрали? Ваша команда выбрала уже. Это правильный ответ. Аплодисменты. Продолжаем. Продолжаем. Ваша, Ваша, следующий, будущий, катастрофа. Это слово. Давай. Мы думаем, что это слово «будущее». Будущее. Совершенно верно. Слово «будущее» пишется без дню. Молодцы. Ломоносов. Да, он очень умный. Продолжаем. Перевозчик, бомбельдон, счетчик. И так, ну, до трех, я считаю, до трех. Один. Два. Три. Это слово «будущее»? Конечно. Молодцы. Команда Ломоносов. Все дети почему-то говорят «бомбельдон». А на самом деле нужно говорить, прочитая все вместе, три, четыре. Барбиндон. Еще раз. Барбиндон. Запомните. Дальше работают юные математики. Сожжение, архивариус, девчонки. Архивариус – человек, который работает в архиве. Сожжение и девчонки понятно. И так, а дай микрофон «Ниней». Ниней – это слово? Это слово? Девчонки. Девчонки. Аплодисменты. Молодцы. Команда Ломоносов. Пирожное. Дарс. Сгущенное. Ну, про молоко, видимо, идет речь. Пирожное. Дарс. Сгущенное. Дарс. Да, с этой игрой мы с ней сегодня играли. Сгущенное молоко, когда его спустили. Пирожное, вы все знаете, это вкусно. И так, Ломоносовы. Ломоносовы. А все очень непонятно. Тем более, выбор делает команда, они рассуждают. И так, это слово? Дарс. Дарс. К сожалению, это слово пирожное. Говорим, вроде бы, пирожное, а пишется пирожное. Программа начальной школы. И так, есть у нас еще слова по-моему. Последние слова. И команда, команда юной математики. Коктейль. Коктейль. Они считают, что коктейль на самом деле слово экстремальный. И последнее слово. А, все. Ну, и опять получилось что-то странное. Насколько я поняла, обе команды ошиблись только. А, четыре правильных. А тут три правильных. Значит, команда юной математики зарабатывает один балл. И счет становится. Два. Один. Ну, еще очень много впереди. Но, как вы помните, что после первого или второго урока, дети отправляются в школе куда? Петера на завтрак. И мы, Павел Иванович, тоже отправляемся на завтрак. Итак, вот сейчас я посмотрю, насколько хорошо вы знаете, как называются вкусняшки. Кто начинал в прошлый раз? А, нет. Значит, сейчас начинаете вы. Появляется на экране картинка. Ты говоришь, что мы слопаем с тобой на завтрак. Поехали. Первое. Первое. Это? Это? Это неподсказываемый завтрак. Это? Пирожное. Пирожное. Нет, это не пирожное. Это герц. Отдай, пожалуйста, Полина, отдай микрофон Вике. Вика, твоя картинка? Это? Крендельки. Крендельки. Это неправильный ответ. Это круассаны. Давай, Крендель, твоя картинка? Крендельки. 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 Надо. Подсказываем. Это? Посмотри, сверху лукки стоят. Крендельки. Это кулич. Это кулич. Это неправильный ответ. Так, Соня. Пицца. Это пицца, правильно, Соня. Кира, да? Кира. Ой, как вкусно. Это с творожком. Вообще вкуснятина. Чепуреки. Это с творожком. Это сочи. Очень вкусно. Полина. Полина, твой. Это пирожные, тебе не суп. Это пирожные, тебе не суп. Правильный ответ. Давай, теперь следующая, Ваня. Ваня. О, это сложно. Но вкусно. Это, да, в Грузии. Блюдо из Грузии. Можно подсказать. Подскажи. Давай. Давай. Мальчик. Громко говори. Ну, ты сейчас потеряешь баланс. Это хачапури. Это хачапури. Вот это Балин. Вообще. У него не голова, а судун знаний. Продолжает Миша. Ой, это татары очень любят татарское национальное блюдо. Ой, вкуснятина с медом. Такие смешное название, я вам сказала. Есть ответ? А в зале все знают. Дети помогают. Три, четыре. Чак-чак. Это называется чак-чак. Дальше. Нет, Ванна засчитывается. Саша. Чебурек. Чебурек. Это правильный ответ. Дальше Кирилл. Кирилл. Это торт. Это не торт. Это как раз-таки чизкейк. Да, очень вкусное блюдо. Пожалуй, продолжаем. Ярослав. Это верно. Это верно. Абсолютно верно. И последний ответ Максима. Гамбургер. Это гамбургер. Это гамбургер. Аплодисменты, команда. Вы опять сказали так, что плохо видно вас из зала. Итак, Ольга Геннадьевна. Итак, это тебе правильно ответили промахи, да? Правильные. Итак, команда юной математики ответила четыре раза правильно. Команда Ломоносов три. Значит, за вкусняшки. Команда юной математики зарплатит один балл. И счет два, один. Еще не все потеряно. Потому что мы идем на следующий. Три-один. А? Три-один. 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 А, точно. Было один-один. Потом было два-один. Сейчас три-один. Все равно еще не все потеряно. Три-два не было, потому что один мы заработаем только при ничьей. Итак, готовы? Кто у нас выбирал до нашего завтрака? Кто? Нинель. Итак, Нинель выбираем. Нинель, на какой урок идем? Математика. На урок математики. Итак, что у нас с математикой? С математикой работаем так же. Работаем всей командой. Всей. Объединитесь. Объединитесь. Викарь, поверь мне, от экрана чуть-чуть отодвиньтесь. Виктория, я думаю, что стоит дать дать. Смотрите, здесь все будет просто. Задачки будут разные. Шуточные, логические. Фактически ваша задача, да, решить задачу. Каламбур получился, но все равно понятно. Итак, выбирали вы? Вы. Значит, вы и отвечаете первой. Первая задача для вас. В комнате четыре угла. В каждом углу сидела кошка. Напротив каждой кошки три кошки. Сколько кошек находилось в комнате? Обсуждайте, обсуждайте, обсуждайте. Вот молодец. Молодец. Молодец, Кира. Умница. Молодец, Кира. Обсуждайте. Четыре. 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 Так, Саша. Ольга и Альберна. Итак, мы считаем дождем. Итак, Ярослав, наши камеры. Мы думаем, что всего кошек четыре. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ярослав, иди сюда с микрофоном, объясни детям. Объясни. Объясни детям. Почему четыре? Потому что если в комнате четыре угла, и напротив каждой кошки... Вот я кошка, я в одном углу сижу, и я вижу перед собой... Твои четыре кошки. Я всех трех кошек вижу, правильно? Да, три-четыре угла, а если кошка видит трех, значит всего четыре. Аплодисменты. Все понятно и доступно. Итак, следующий вопрос команде Ломоносов. Задачка. Шли семь братьев. У каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? Обсуждаем. И надо ничего говорить и подсказывать вслух. Четыре. 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 Шло семь человек. Шло семь человек. Смотрите. Да, давай, Полина. Шло семь братьев. У каждого по одной сестре. Но если они братья, то у них одна сестра во всем. Да, но может быть здесь не очень корректно задал вопрос, да? Да, но мы подумали, что семь братьев у них в принципе где-то меньше сестра, но не в данном. Ань, можно тогда сказать, шли братья и сестры, да? Шло семь братьев. У каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? Ну вот здесь спорный вопрос, я не знаю. Дети, принимаем у них ответ? Да. Давайте, нет. Дело в том, что... Да, может быть сестра дома сидела, а братья шли одни. Ну и что, что у них по одной сестре? Нет, Донна Геннадьевна, принимаем некорректный вопрос, поэтому дети рассуждали верно. Итак, вам, юной математике ваших задачах. Шла баба в Москву и посвечала трех мужиков. Каждый из них нес по мешку, в каждом мешке по коту. Сколько существ, человека, животных направлялось в Москву. Можно, да, это вместе считать. Так, подождите. Говорю, у нас готов ответ. У нас готов. Видите, не мне такого, пожалуйста, детям. Пожалуйста. Наш ответ один. Один. Почему? Потому что бабушка шла в Москву напротив ее встретить. Да, и кому надо сказать спасибо? Кире. Кира молодец. Умничка. Она дала постаточку, чтобы обратили внимание. Молодцы. Продолжаем. Ломоносовы. Сколько месяцев в году содержат 30 дней? Пожалуйста, обсуждаем. Один месяц в году содержат 30 дней? Да. Один месяц в году. Один. Я правильно поняла? Один. Один месяц в году. Конечно же, это неправильный ответ. Одиннадцать месяцев. Так, как в году. Двенадцать месяцев. Только в феврале может быть 28 или 29. А во всех остальных обязательно будет 30. Даже если завтра будет 31. Первый, понимаешь? Поэтому здесь, я же вам сказала, это шутки, задача шутки. 11 месяцев. Аплодисменты, Ломануа, Сова. Продолжаем юные математики. Во дворе гуляют куры и собаки. На всех 10 ног. Сколько во дворе кур и сколько собак. Рассказываем, снять. Дети-то не могут понять. Не, 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 Ира скажет. Так, Ира, мы думаем. Мы думаем, что две собаки и одна курица. Объясни, почему? Потому что у двух собак 4 лапы, 8. И плюс курица 2. 10. Но, есть еще один вариант. Но, ваш тоже правильный. А ведь могла быть одна собака и три курица согласны. И это бы тоже был правильный ответ. Итак, Ломануа, ну, мы же имели ввиду, про лапы, ноги. Здесь 6 ног, 2 головы, 1 хвост. Кто это? Это задача шутка. Рассуждайте, рассуждайте. Мы готовы ответить. Так, мы готовы ответить. А ведь это? Возможно, это человек и собака. Человек? Ну да, потому что у человека 2 ноги, у собаки 4, 2 головы и 1 хвост у собаки. Это правильно, потому что это мог быть и всадник на коне. Но логика ваша верна, это принимаем правильно. Ответ охоте смертное. Молодцы. Продолжаем. Есть еще у нас, Павел Иванович? На носиле плавало 5 уток. Охотник выстрелил и убил одну. Сколько уток осталось? Рассуждаем, рассуждаем. Итак, пожалуйста, туда. Мы думаем. Мы думаем, что осталось 0. Потому что одну выстрелил, и остальные успокаивались и улетели. Я помогаю. Абсолютно верно. Правильный ответ. Нет, Миша, 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 Миша. Итак, продолжаем. Ломану Маса. Пастуха спросили, сколько у него гусей. Он ответил, один впереди. Один впереди двух идет. Один двух подгоняет. Один посередине идет. Сколько гусей пас пастух? Три гуся. Три гуся. Почему, Полина? Потому что один идет... Если он идет впереди? Если он идет впереди, он видит двух гусей. Если один гусей идет позади, он видит двух гусей тоже. Сказал одну и тоже. А, у них. Итак, тот, кто идет впереди, позади него... Идут два гуся. А тот... Кто идет позади, перед ним... Перед ним два гуся. А один еще идет... Посередине. Это правильный ответ. Молодцы. Все, да? Ага. Давайте. А вот сейчас... Сейчас будет для обеих команд задача. Сейчас на экране появится... фигура, в которой вы должны будете посчитать количество треугольников. Вы держите свой ответ, а мы потом спрашиваем, вы отвечаете. Все понятно? Все, пожалуйста. Не-не-не, не надо вот так делать. Отойдите от экрана, да. Да. Вы можете вот сюда отойти. Ребята, вы не подсказываете из зала. Во-первых, ваш ответ может быть неверным, а во-вторых, ребята будут говорить, что вы подсказываете. Итак, какая команда готовит? Нет. Мы сейчас выслушаем все ответы. Тишина в зале. Тишина в зале. Тишина в зале. Итак, ну ты сейчас так же, как Миша поступаешь. Тебе не нравилось, что Миша тебя обвинял? Спил ты обвиняющих. Чем вы разные и что? Я тоже вот так делаю. Итак, Полина, ваш ответ? Семь. Ваш ответ? Восемь. Восемь. Итак, давайте. Правильно. И семь. И... Молодцы. Следующий усложненный вариант. То же самое. Пожалуйста. Летерант. Академика. Двикатый. Это неправильно. Мне кажется, что это вообще невозможно посчитать правильно. Итак, все готовы? Мы послушаем вводы команды. И начнем сейчас с команды с вас. Пожалуйста. Итак, все, время кончилось. Это? Валя. Кира. Кира. Давайте 21. Мы думаем 21. А вы? Мы тоже. А четверенькие 21. Мы правда тоже так думаем. Ну и посмотрим, когда правильно ответят. Аплодисменты обеимка матчам. И урок математики закончился. Аплодисменты обеимка. Потому что вы неправильно посчитали. Я вам обязательно эту фигуру распечатаю. Вы тогда посчитайте, вы убедитесь, что их там 27. Итак, что, Ольга Геннадьевна? И так, у нас прямо в ровную идут. Команда юной математики дала 4 правильных ответа. И команда Ломоносов дала правильных 4 ответа. И снова, и снова команда зарабатывает по одному баллу. Витая, отойди от экрана. Итак, счет. Ольга Геннадьевна. 4, 2. И у нас осталось еще 2 предмета. И у вас нет возможности отыграться. Итак, какой предмет выбираем, Полина? Литературное чтение. Литературное чтение. Оторвитесь детям, чтобы видеть. Ребята, смотрите, очень удобно стоять вот так вот. Вот смотрите, вот ты здесь, ты вот так, ты вот так. Да, Миша, потому что там ногами, да. Вот так вот. Все же видно, смотрите. Так, команда Ломоносов, вот так же встаньте. Команда Ломоносов, вот так же встаньте. Команда Ломоносов, три раза я повторяю. Вот. Прекрасно. Литература. Что такое литературное чтение, вы все прекрасно знаете. Ну, не только сказки и рассказы. Смотрите, мы сейчас работаем проще. Вы все проходили по литературному чтению определенные произведения. И у каждого из произведений почти был определенный автор. Есть авторы, которых мы с вами должны знать в лицо. А именно, сейчас на экране появится портрет писателя или писательницы. Вам нужно его узнать, работая всей командой. Готовы? Готовы. Итак, пожалуйста, первый портрет. Обсуждаем, 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 обсуждаем. Вы все обучали. Итак, готовы? Да, нет. Я сначала спрашиваю ту команду. Итак, Валина, это мы думаем? Ну, наверное, Фед. Фед. А что думаете вы? Гаспристиан Андерсон. Вау! Аплодисменты! Это Гаспристиан Андерсон. Это же наш известный, известный сказочник, который написал огромное количество известных сказок. Да, видишь, он откуда знает лицо, потому что на уроках литературного чтения вас с ними знакомят. Продолжаем. Следующий портрет. Да, да, да. Так, полная тишина, полная тишина, полная тишина, полная тишина. Нет, я вижу. Пока все не готовы, Саша, я вас просто не буду. Итак, Валина, это? Борто. Борто. Ваш ответ? Огня Борто. Огня Борто. И это правильная ответа, ведь команд принимается, я сказала, отвечают сразу все. И та команда, и эта. Кто правильно тонул балл. Следующий автор. Известнейший автор. Подсказка есть у нее в руках. Так, тише, тише, тише. Мио, мой мио. Мио, мой мио. Так. Итак, команда Ломоносов. Валина, есть ответ? Мы даже не знаем. Не знаете? Ярослав, давай. Астрид Ликбендер. Астрид Ликбендер. Аплодисменты. Подожди, Ярослав, ты как у класс закончил? Третью. А ты не хочешь другую школу перейти? Нет. Жалко. Где Малитя? Вообще ничего. Парень, нам нужен такой? Да. Да, я тоже думаю. Вообще, мне нравится, да, этот парень. Итак, он еще и поет, представляешь? Итак, продолжаем. Следующий. Так, тише. Это все должны знать. Да не ты знаешь, а Ярослав знает. Вот он устает, всем устает. Ярослав, надо детям это было бы сказать. Итак, Полина. Нет, 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 я уже поняла. Стартика будет другая. Ну, Полинка, ну это же известный дедушка его называют еще. Дедушка. Когда в товарищах согласия нет, нам а то дело не пройдет. И мы это с него не делали, а только мука. По улицам слона водили, как вы куда попали. Знаем, кто это говорит? Чуковский. Чуковский. А вы думаете, что это? Крылов. Это Иван Андреевич Крылов. Я с тебе две басни начала даже читать. Аплодисменты. Да, да, да. Дальше, дальше, дальше. Это очень известный писатель. Итак, все, Полина, это? Ну, вот это Чуковский, наверное. Чуковский. Тимур? Горький Чуковский. Горький Чуковский. Это Самуил Яковлевич Маршал. Продолжаем. Продолжаем. Это Михалков. Я бы узнала, что сын на него похожий. Сергей Михалков. И это правильный ответ. Кстати, а чем этот человек, Ярослав, известен еще? Он, его был знаменитый рассказ, песенка друзей. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Я тебя хочу удивить. У него есть еще более известная, знаменитая песенка, как ты говоришь. Я знаю еще. Отзвучит она? Дело было вечером. Спорить было не о чем. Он написал слова «Гимна нашей страны, России». Эх, вы, эх, вы, эх, вы. Продолжаем, продолжаем. Дети, а вы не сдавали. Давайте все вместе. Три, четыре. Альбом Сергеевич Кушкин. Альбом Сергеевич Кушкин. Знаешь, я на чем-то тут сикучу, честно. Дети, все вместе. Три, четыре. Альбом Сергеевич Кушкин. Хорошо, вот это вы знаете. Я тебе еще раз повторяю. Я тебя просто открою сейчас. Отдай микрофон, дети. Альбом Сергеевич Кушкин. Продолжаем. Тише, 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 тише. Тише, да. Михалков три раза, да? Итак, Полина. Это Лев Толстой. Так. Это? Это Лев Толстой. Это Лев Толстой. Это правильный ответ. Правильный ответ. По-моему, остался один, да? Так. Так. Ну, может быть, это Корнир Чуковский? Это Кира, это? Корнир Чуковский. Это Корнир Альчуковский. Абсолютно верно. И? И последний есть подсказка. Подсказка в руках. Подсказка. Подсказка в руках. Нет, это не правильно. Ярослав, выбрали. Итак, Полина, ваш ответ? Ну, мы думаем либо носом, либо волком. Либо носом, либо волком. А вы думаете? Котеночки. Котеночки. Я знаю, с кем Ярослав перепутал. Ты перепутал его с создателем? Ну, погоди. А Чебурашку создал? Эдуард Успенский. Есть еще? Ну, что ж, аплодисменты обеи команды. Ольга Геннадзеевна. Итак, команда юные математики отгадала 8 раз. Правильно. Аплодисменты. А команда Ломоносов 5 раз. Аплодисменты. Аплодисменты. Еще становится. 5, 2. Ну да. Конечно, разрыв становится все больше и больше. Может быть, мы отправимся на переменку? Мы, наверное, отправимся на переменку. Дайте, пожалуйста, милю графу. Да, Полина. Сейчас ваша задача встать в шахматном порядке, но чтобы вы... Я сама делаю все. Стойте. На месте. Но чтобы вы видели экран. Вот так же встаньте, смотрите. Вот так. Полина, Вика, вот так встаньте, как эта команда. Три впереди. Три между ними. Три впереди, и все хорошо. Вот сюда. Ты вот сюда, Виктория. Ты туда, чтобы тебя видно было. Ты сюда. Ты что, чтобы... И вот сюда. И вот сюда. Все. Шаг назад сделайте, да? Шаг назад. Вам будет все видно. Сейчас и дети, и Ольга Геннадьевна, посмотрят, как вы активно отдыхаете на переменке. Ваша задача с точностью выполнять... Да что ж такое, а? Ваша задача с точностью выполнять то, что вы увидите на экране. Кстати, дети тоже можете это делать. Вставайте. Все, поехали. Эли, жебокер, ну-ка вставайте на зарядку. Выбегайте, хорошенько потянулись. Наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы. Начинаем, все здоровы. Я не слышу. Все здоровы. Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И сердечки подмоем. Солнышко лучистое, люди скакать. Солнце на облачко перелетать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять Все разрабатываем руки Нету места больше стуки Все разрабатываем плечи Чтоб походу было легче Все разрабатываем ноги Чтоб не уставать в дороге Все разрабатываем шею Чтоб пелось веселее Солнышко лучше стареть Любит скакать С облачка на облачка Переликðайте вместе Раз, два, три, четыре Раз, два, три четыре Раз, два, три, четыре, пять Еще раз Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять Так, приготовьтесь Вся и момент самый сложный элемент Надо пополам согнуться И руками земли коснуться Ну-ка, ноги не сгибать Раз, два, три, четыре, пять Молодцы, все постарались Разогнулись, отдышались Солнышко, лучи стоять Любим скакать Солнышко на облачках Перелепать Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Пять, не колкури Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Продолжение следует... 2, 3, 4 Раз, 2, 3, 4, 5 Раз, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 С чувством полного удовлетворения в заключении упражнений Встали тихо на носочки Тянем руки, что есть мочи Прямо до неба дотянить Выбираем, руки вниз Поздравляем, все в порядке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Шестьдесят. Может сказать, что там клево наш не осялось? Аплодисменты всем, команда. Ну что, устали? Зато смотрите, как хорошо у вас сейчас так дыхалочка развилась. Давайте послушаем, кто у нас, Ольга Геннадьевна, скажет там, что вы можете сказать. Значит, один балл. Аплодисменты, команда Ломоносов получает один балл, и счет становится? Пять, три. Пять, три. И я вам хочу сказать, что, к сожалению, учитель окружающего мира заболела, и поэтому я вас всех отпускаю с пятого урока. И значит, на этом, вставайте все сюда, вот сюда вставайте, вот сюда в одну линию. Конечно же, со счетом, здесь небольшим перерезом, команда юной математики одержала победу, аплодисменты ей. А команда Ломоносов стойко выдержала эти испытания, и поэтому призы получают все. Туда, сюда, 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 смотрите. Это вам специально для записи блокнот с логотипом Орбита. Держите. Все получают. Передаем, передаем. Да. Вы можете туда записывать, мы не знаем, какие его записочки писать и так далее, и тому подобное. Ну, а чтобы писать, команда победителей еще и получит то, чем писать, правильно? А писать они будут чем? Ручкой. И ручка у нас сегодня тоже вот такая веселенькая. Веселенькая ручка в виде жирафика. Держите команду победителей. О, кстати, давай розовую девчонкам с голубым мальчишкам. На, распредели сама, распредели сама, все, распредели, все, или все, распредели сама. Итак, мы аплодируем и победителям, и тем, кто сегодня был на сцене. Дети, читайте, считайте, растите уменькими. Мы на вас надеемся. Всем спасибо. Всем спасибо. Все на ужин. Придите. Покупим.